Сегодня мы будем описывать свою комнату, будем читать текст, составлять диалоги, учить и повторять предлоги места. Ну что ж, let's start with exercise 1. Давай с тобой прочитаем упражнение 1 на странице 41. Okay, let's start. This is a living room. Это гостиная. It is light and clean. Она светлая и чистая. The sofa is near the wall on the left. Диван рядом со стеной слева. The TV is near the wall on the right. Телевизор рядом со стеной справа. You can sit on the sofa and watch TV there. Ты можешь сидеть на диване и смотреть телевизор там. The armchair is next to the sofa. Диван рядом. Кресло рядом с диваном. The armchair is next to the sofa. Кресло рядом с диваном. Это означает, что оно стоит за диваном. Либо перед диваном. То есть по одной линии. Никак не около, никак не боком, а именно вот в одну линию. Так. The lamp is near the armchair. Лампа рядом с креслом. You can sit and read a book there. Ты можешь сидеть и читать там книгу. The table is in front of the window. Стол перед окном. Six chairs are near the table. Шесть стульев рядом со столом. Это означает, что они стоят, наверное, вокруг стола. Children like sitting and playing board games there. Дети любят сидеть и играть в настольные игры там. А теперь постарайся самостоятельно еще раз разобраться с текстом, прочитать его, перевести его для себя и потом нарисовать. Нарисуй эту комнату по описанию на отдельном листике. Exercise 2, page 41. Ask. Задай вопрос. And answer in pairs. И ответь. Желательно в паре это сделать, можно и самостоятельно, сам с собой. Итак, вот у нас наши слова, которые мы с тобой выучили. Служебные слова, которые показывают на место нахождения предмета. Above – над, in front of – перед, next to – рядом, under – под, on – на и не рядом. Ну, в значении около того, да? Ну, допустим, where is the armchair? Где у нас стоит кресло, допустим? It is near the wall, можно сказать. Оно стоит возле стены. Так? What can Kate do there? Что там Kate может делать на этом кресле, да, сидя? She can read there. Она может там читать. Следующее. Where is the bookshelf? Где, допустим, книжная полка? It is on the wall. Она висит на стенке. It is above the bed. Она висит над кроваткой. Ну, what can Kate do there? Здесь уже вопрос неуместен. Kate на ней не умеет сидеть, ничего делает, так? Она может положить на нее книги, конечно, но мы пока этих выражений еще с тобой не учили. Так, давай с тобой лучше спросим про стол. Where is the table? Where is the desk? It is next to the armchair. Оно следующее за креслом у нас идет, да, стол. What can Kate do there? Что там может делать Kate? She can study there. Она может там учиться. She can write there. Она может там писать. She can do her homework there. Она может выполнять там свою домашнюю работу. Окей. Постарайся задать такие же вопросы и ответить на них по описанию нашей картинке. And exercise 3. Необходимо поговорить. Where is, for example, a window? Нет, where is the window? Мы пока такого не учили. Давай с тобой зададим вопрос про bed. Where is a bed in your room? Где кровать в твоей комнате? It is near the wall. Она стоит рядом с стеной, да? What can you do there? Что ты можешь делать там на своей кровати? I can sleep. I can sleep there. Я могу на ней спать, отдыхать. Так же самое задай вопрос теперь о себе, да? По таким же самым образцам. Как мы это делали в упражнении два. Используя наши служебные слова. Above, not, in front of, перед, next to, рядом. В значении следующий. Under, под, on, на, in, near, возле. Рядом, около того, да? Постарайся попрактикуйся в рассказе еще о своей комнате, где что находится и что ты можешь где делать. Окей, that's all for now. The lesson is over. Thank you for your attention. Goodbye, my friend. Увидимся в следующем уроке. See you. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok